Вообще на мосту в этот момент много народу было? Ну и на этом перекрытии? Вообще 12 человек работало. Бригадир строителей Станислав Галимулин в момент обрушения пролёта находился на другом краю моста. Во время происшествия он одним из первых оказался на месте и попытался помочь своим пострадавшим коллегам. Занимался, получается, монтажом опорных частей на другой вот стороне моста. И услышал грохот, повернулся, то есть уже кран лежал на боку уже, то есть всё, пролёт вот этот упал. И как бы побежали, сразу начали скорые вызывать, людей вытаскивать оттуда, из-под моста, из-под завалов. Как могли, оказывали первую помощь. Обрушение 40-метрового пролёта произошло в первом часу дня. Мост был признан аварийным и закрыт для движения транспорта ещё в 2013-м. Ремонтные работы строители начали в мае прошлого года и должны были закончить к лету. В момент аварии на переправе работала тяжёлая техника. Рабочие производили укладку бетонных перекрытий. Причины этого обрушения будет выяснять экспертиза. Шесть человек пострадали, которые производили работу непосредственно на этом мосту. Трое в лёгкое состояние тяжести, один в среднем и двое в тяжёлом состоянии. Жертв нет. Сейчас спасатели предпринимают меры, чтобы не допустить новых чрезвычайных ситуаций на объекте. Проводится осмотр места происшествия и поисковые работы. Проверка проведена с руководством объекта, кто проводил ремонтно-восстановительные работы. Проведено совещание. Все люди, которые находились на объекте, эвакуированы. Сейчас проводится проверка. Линии электропередачи, расположенные вдоль моста теплотрассы, в результате обрушения не пострадали. Жизнеобеспечению города, по данным МЧС, ничего не угрожает. Теперь экспертам предстоит подсчитать ущерб, выявить и наказать виновников происшествия. Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте работают медики, сотрудники полиции и МЧС. Создана специальная комиссия, которая призвана разобраться во всех обстоятельствах обрушения моста. До выяснения причин ремонтные работы на объекте будут приостановлены. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости.